Так что я думаю, мы будем жить в мире, где будут сотни миллионов, миллиарды различных ее агентов, возможно даже больше, чем людей на планете. Марк Цукерберг дал захватывающее интервью продолжительностью более 30 минут с Роаном Чеонгом, основателем крупнейшей новостной газеты про искусственный интеллект в мире. В нем он открыто критиковал OpenAI, Apple и другие закрытые компании. А на 2025 год он дал шокирующий прогноз. В первой части интервью он рассказывает о новейшей модели искусственного интеллекта Lama 3.1 и о целях этого грандиозного проекта. Это первый раз, когда мы выпускаем модель с четырьмя стами пятью миллиардами параметров, что делает ее самой сложной открытой моделью, которую, как я считаю, когда-либо выпускали. И она действительно конкурентно способна с некоторыми из ведущих закрытых моделей, а в некоторых областях даже опережает их. Поэтому я действительно с нетерпением жду того, что люди будут делать с этой моделью. Особенно теперь, когда мы предоставляем возможность использовать ее в качестве модели учителя для дистилляции данных, тонкой настройки и создания других моделей. Во-первых, модель с четырьмя стами пятью миллиардами параметров – это уже нечто, само собой, выдающееся. Она намного сложнее любой другой открытой модели, вроде того же ChatGPT или Anthropic Cloud. Кроме того, Лама является прямым вызовом OpenAI и другим закрытым компаниям. Иными словами, Марк Цукерберг, директор Facebook и Meta, только что сделал сенсацию. Его стратегия в бизнесе называется «Стратегия выжженной земли». Мы уже видели ее пример, когда Марк запустил Threads, очень похожий на Twitter. Марк просто инвестирует огромное количество денег в создание аналога технологии и затем выпускает ее бесплатно. Со временем эта технология становится вездесущей, она становится товаром. И зачем кому-то платить премиальные цены за закрытую модель, если вы можете просто иметь полный контроль над моделью и платить за нее лишь долю от стоимости? В этом и заключается сенсационность Лама 3.1. Кроме того, мы также создали модели на 70 миллиардов и 8 миллиардов параметров, и они уже лидируют в своем классе. Они также демонстрируют отличные показатели производительности и соотношения стоимости, поэтому я с нетерпением ожидаю того, что все люди будут делать с ними. Взглянув со стороны, я думаю, что это важный момент для открытого ИИ. Я размышлял об этом и долгое время считал, что открытый ИИ станет стандартом в индустрии. Я думаю, что он пойдет по пути Линукса. Линукс стал популярен, так как у компании были закрытые версии Юникс. В то время не существовало чего-то столь же сложного на открытом исходном коде, и люди думали, что закрытая модель разработки – это единственный способ создать нечто настолько продвинутое. Вначале Линукс нашел свою нишу, потому что был дешевле, а разработчики могли его кастомизировать. Со временем, по мере роста экосистемы, Линукс получил больше внимания. В итоге он стал более безопасным и продвинутым, чем любая закрытая Юникс система. У него стало больше партнеров, которые по сути создали больше возможностей, в случае с Линуксом больше драйверов и тому подобных вещей, что в итоге и позволило ему превзойти любой Юникс с закрытым исходным кодом. Я думаю, что Лама 3.1 – это такой же переломный момент. Лама имеет возможность стать стандартом для открытого ИИ, сделать открытый искусственный интеллект стандартом индустрии. Даже там, где Лама пока не лидирует по производительности, она превосходит по стоимости, кастомизируемости и способности делать все так, как вам нужно. Простыми словами, их новая модель на 405 миллиардов параметров позволяет создавать синтетические данные для обучения меньших моделей. Как он и сказал, это ИИ-учитель для ИИ. Они обучили массивную модель, которая генерирует данные для обучения меньших моделей. Это позволит многим компаниям, которые работают с искусственным интеллектом, создавать свои версии этих моделей в зависимости от случая использования. Это как приложение на телефоне. Кроме того, как говорил Эрик Шмидт, существующие модели уже выучили всю базу данных, которая нам доступна. Откуда же им брать синтетические данные? Их предоставит Лама. И если представить, что существующий ИИ – это просто школьник, то во что он превратится после обучения у Ламы? Вопрос остается открытым, как и кот. Это открывает огромные преимущества, которые разработчики будут использовать. Мы сосредоточены на развитии этой партнерской экосистемы, вокруг которой и будут построены все эти разные возможности. То, что меня больше всего волнует, это наблюдать за тем, как люди будут использовать эту модель для дистилляции и тонкой настройки своих собственных моделей. Как я сказал, это первая открытая модель передового уровня. До этого были и другие, которые обладали похожими способностями. Но люди захотят выполнять работу непосредственно на модели с 405 миллиардами параметров. Потому что, по нашим оценкам, это будет примерно на 50% дешевле, чем чат GPT. Очевидно, это имеет значение для многих людей. И еще один момент. Он делает это не только для того, чтобы навредить искусственному интеллекту с закрытым кодом. Нет. Он действительно верит в открытый код, как в настоящую бизнес-стратегию. Если вы создаете основу для того, чтобы другие компании могли строить свои решения на вашей платформе, вы сможете устанавливать свои стандарты и правила. А затем и находить способы монетизировать это со временем. Это, по сути, то, что они сделали с Facebook. Они создали платформу, на которой другие разработчики смогли строить свои решения. Противоположный пример этому – Apple и Apple Store. Они создали полностью закрытую систему. Никто не может разрабатывать ничего поверх нее. Но новизна в этом мире заключается в том, что благодаря открытому коду у вас есть возможность взять модель и сократить ее до любого размера. Чтобы использовать ее для генерации синтетических данных, использовать ее в качестве модели учителя. Итак, наше видение будущего – это не просто создание одной огромной системы искусственного интеллекта. Мета никогда не стремилась к этому, как и OpenAI или Anthropic. Мы всегда считали, что должно быть множество различных моделей в одной экосистеме. Я думаю, что каждая стартап-компания, каждое предприятие, каждое правительство в итоге захочет иметь свои собственные ИИ-модели. И да, когда закрытая экосистема была намного лучше, чем открытая, намного проще было взять ее, потому что тогда разрыв производительности между ними был катастрофический. Но сейчас мы больше не видим этого разрыва. Сейчас, когда открытый код практически сравнялся с закрытым по производительности, я думаю, вы увидите широкое распространение открытых моделей. Люди будут кастомизировать и создавать именно ту модель, которая подходит для их задач, и обучать ее на своих данных. Они будут иметь инструменты для этого благодаря множеству интеграций с партнерами, такими как Amazon, AWS или Databricks, которые создают целые комплекты услуг для дистилляции и тонкой настройки открытых моделей. И я думаю, что это будет новшеством в мире искусственного интеллекта. И это действительно захватывающе, как далеко мы можем продвинуться. Это совершенно новая возможность в мире, потому что ранее в истории никогда не существовало открытой модели такой сложности. Да, это действительно важный момент. Борьба за уникальные и разнообразные данные действительно станет передовой линией в развитии искусственного интеллекта в 2025. Именно поэтому OpenAI заключает партнерство с многочисленными контент-компаниями, такими как Time Magazine, чтобы получить доступ к разнообразным и уникальным данным. К сожалению, этими данными могут оказаться и наши данные. Увы, получая доступ к данным Фейсбука, ИИ может получить доступ к данным каждого пользователя Фейсбука. Как говорил Марк Цукерберг, правительства тоже хотят свои кастомизированные ИИ-модели. И наверняка захотят, чтобы они имели доступ к социальным сетям. Теперь Роуэн задает Цукербергу вопрос о том, как они собираются обучать мир использованию этих ИИ-моделей. Давайте послушаем, что он ответил. До Lama 3.1 наш подход был другим. Причина, по которой Мета, по сути, инвестирует в это, заключается в том, что мы хотим быть уверенными, что у нас есть доступ к передовой модели. На это повлияла горькая история, связанная с мобильными технологиями и подобными вещами. Мы не хотели снова оказаться в ситуации, когда мы зависим от конкурента в этой фундаментальной технологии. Поэтому мы сами создали ее для себя. И до Lama 3.1 у нас было предчувствие, что если мы сделаем ее открытой, то вокруг нее вырастет сообщество, которое расширит ее возможности и сделает ее более ценной для всех, включая нас самих. Потому что, в конце концов, это не просто технология, это экосистема, которую вы развиваете. Одним из больших изменений, которые мы видим в Lama 3.1, является то, что вместо того, чтобы просто создать ее для себя и спрятать за стеной, позволяя лишь разработчикам использовать ее, в этот раз мы действительно приняли гораздо более активную позицию. Мы строим партнерства, которые создадут целую экосистему компаний. Она сможет делать очень интересные вещи с этой моделью и обслуживать разработчиков такими способами, которые нам недоступны. Очень витиеватые формулировки, но на самом деле это означает, что они хотят контролировать эту экосистему и и. Они хотят иметь возможность определять стандарты и правила для нее, которым будут подчиняться все участники экосистемы. Таким образом, очевидно, что у Мета есть финансовый мотив, и они делают это не просто из добрых побуждений, выпуская модель бесплатно. Также важную роль играет не только финансовый вопрос, но и вопрос контроля и управления. Компания стремится управлять всеми вовлеченными в экосистему искусственного интеллекта и, естественно, контролировать их. В то же время я думаю, что будут компании, такие как Грок, которые делают действительно интересные вещи, работая над системами с ультра-низкой задержкой. Я с нетерпением жду, чтобы наша модель попала к ним в руки и чтобы они помогли ее запустить и реализовать. Здесь Роун спросил Марка, каковы последствия использования открытых моделей и ИИ. Действительно, с открытым кодом связано множество опасностей. Вот что он ответил. Я думаю, что открытый код это действительно важный ингредиент для того, чтобы у ИИ было позитивное будущее. Я знаю, что ИИ принесет много замечательных вещей в плане повышения производительности, повышения творческих способностей людей и, надеюсь, поможет нам в исследованиях и подобных вещах. Открытый код, как я считаю, это важная часть того, как мы обеспечиваем доступность этих преимуществ для каждого человека. Это не должно быть чем-то, что закрыто в руках нескольких крупнейших компаний. В то же время я считаю, что открытый код в конечном итоге станет более безопасным и защищенным способом разработки ИИ. Я знаю, что сейчас идет дискуссия о том, безопасен ли открытый код, но я придерживаюсь другого мнения. Я думаю, что он не только безопасен, но и безопаснее, чем альтернатива в виде закрытой разработки. Я прерву его на секунду, потому что я уже знаю, к чему он ведет. В это трудно поверить, но на самом деле, когда вы делаете что-то с открытым кодом, и каждый человек с разнообразными навыками, перспективами и талантами может изучить каждую строчку кода, каждый фрагмент данных и понять, как он работает, почему он делает определенные вещи. Это действительно помогает укрепить систему намного больше, чем закрытые системы. Знаете, вред бывает разных видов. Нельзя говорить только об одном. В этом контексте, например, существуют ненамеренные вредоносные действия, когда система сходит с рельсов по какой-то причине, которую люди не планировали. А также есть намеренные вредоносные действия, когда кто-то пытается использовать систему для чего-то плохого. Когда речь идет о ненамеренных вредоносных действиях, которые, кстати, стоят за большинством научно-фантастических сценариев, где искусственный интеллект выходит из-под контроля, я думаю, что открытый код должен быть безопаснее. Потому что из-за его прозрачности он будет более подконтрольным. И я думаю, что все разработчики, которые используют его с Lama Guard и другими инструментами безопасности, окажут такое давление на эти модели, что, по моему предположению, любые проблемы с ними будут выявлены и устранены гораздо быстрее, чем в случае с закрытыми моделями. Отбросим ненамеренные вредоносные действия в сторону. Большинство обсуждений по поводу безопасности открытого кода касается именно намеренного вреда. То есть модель открыта, доступна для всех, и возникает вопрос, а как вы собираетесь остановить злоумышленников от использования ее в дурных целях? Здесь, я думаю, стоит разделить проблему на два уровня. Мелкие злоумышленники, такие как отдельные лица или небольшие группы, которые пытаются создать неразбериху. И более крупные, продвинутые игроки, обладающие огромными ресурсами, такие как большие государственные организации. Я думаю, что для этих двух групп проблема выглядит по-разному. Это напоминает мне то, о чем говорил Ян Ликун в своем интервью с Лексом Фридманом. Он сказал, что если у каждого будет доступ к открытым моделям передового уровня, столь же мощным, как и закрытые модели, то это, по сути, будет битва ИИ против ИИ, которая может начаться уже в 2025 году, и за каждым из таких ИИ может стоять крупная держава. Что касается мелких злоумышленников, я считаю, что баланс сил в этом вопросе чрезвычайно важен. Когда мы управляем нашими социальными сетями, мы сталкиваемся с тем, что множество злоумышленников пытаются совершить недобрые дела на наших платформах. И зачастую они используют ИИ-системы для этого. Способ, который мы идентифицируем и останавливаем их, заключается в том, что мы тоже используем более сложные ИИ-системы с большими вычислительными ресурсами, чтобы обнаружить их действия. Я думаю, что это очень похоже на то, как правительство и правоохранительные органы поддерживают порядок в обществе. Да, есть множество людей, которые совершают преступления, но в целом силы полиции и военных лучше финансируются, у них больше ресурсов. И в мире ИИ будет такая же полиция. Поэтому очень важно, чтобы открытый код был широко распространен. В противном случае, если код будет закрытым, этого может не произойти. Но когда код открыт, у нас будут все крупные институты, обладающие огромными ресурсами, которые смогут развернуть эту полицию таким образом, чтобы они смогли противостоять злоумышленникам. Во-первых, видно, как Марк топит за открытый код во всем мире, потому что именно таким образом их полиция сможет все контролировать. А во-вторых, я могу привести пример этого. Это как вудуисты в киберпанке, которые постоянно шастали в сети. В то же время их постоянно пытался вычислить сетевой дозор. То, о чем говорит Марк, это и есть сетевой дозор. Ну а вудуистами они могут сделать каждого, кто им не понравится. Затем возникает вопрос о таких игроках, как Китай или другие крупные страны. Обсуждается вопрос, если вы сделаете доступ к продвинутым моделям открытым, как вы предотвратите их использование Китаем против нас? Иногда это аргумент в пользу того, чтобы закрыть разработку открытого кода. Но я думаю, что они упускают несколько важных моментов. Во-первых, чтобы все это работало, США или Запад должны иметь преимущество в первую очередь. Наше преимущество заключается в открытых и децентрализованных инновациях, где не только несколько крупных компаний или лабораторий что-то разрабатывают, но и стартапы, университеты и отдельные разработчики тоже работают над новыми идеями. Это важная часть, и ее нельзя отключать. Я думаю, что если мы закроем эту возможность, мы увеличим вероятность того, что не сможем удержать лидерство. Но затем возникает вопрос, касающийся Китая или других стран. Каковы риски кражи моделей и шпионажа? Многие модели можно просто поместить на жесткий диск, который можно быстро спрятать в рюкзаке или что-то подобное. Знаете, нужно быть реалистами по поводу того, насколько вероятно, что мы, и не только мы, но и любые другие технологические компании, сможем долгосрочно защищать эти модели от очень продвинутых попыток их кражи. Моя личная боязнь заключается в том, что если мы закроем разработку, то окажемся в мире, где доступ к моделям будут иметь только несколько крупных компаний и негодяи, которые могут украсть их. Но все стартапы, университеты и индивидуальные разработчики останутся неудел и не смогут воспользоваться этой возможностью. Мое личное мнение заключается в том, что реальной целью, к которой мы должны стремиться, это создание ведущей и самой надежной открытой экосистемы в мире. Также она будет тесно сотрудничать с нашим правительством и союзными правительствами в области национальной безопасности, чтобы наши правительства могли постоянно интегрировать последние технологии и иметь преимущество в 6 или 8 месяцев перед противниками. Я не думаю, что в этом мире мы можем рассчитывать на 10 или 20-летние преимущества. Но я считаю, что наша ИИ-модель обеспечит нам большую безопасность там, где мы лидируем, чем модели, которые продвигают другие, где все закрыто, и где, вероятно, мы вообще не сможем сохранить лидерство. Вот мое мнение. Я считаю, что обе эти проблемы, распределение процветания по всему миру и повышение безопасности, со временем будут обеспечены открытым кодом. Конечно, проблемы будут, верно? Придется справляться с этими проблемами, проводить тщательное тестирование. И мы будем работать с правительствами над всем этим, и будем продолжать это делать. Но это мое мнение о том, где в конечном итоге установится равновесие, исходя из того, что я знаю на данный момент. Затем Марк Цукерберг начинает говорить про экономические возможности, связанные с использованием искусственного интеллекта. И это, наверное, самая важная часть интервью после сотрудничества ИИ и правительства. Я считаю, что ИИ имеет больше потенциала, чем любая другая технология, которая разрабатывается в настоящее время. Для увеличения производительности труда, ускорения экономики, создания возможностей для каждого человека быть более творческим и производить более интересные вещи. И я думаю, что это будет замечательно. Я также надеюсь, что ИИ поможет в научных и медицинских исследованиях и в других областях. Сегодня существует множество людей, у которых нет доступа к возможностям тонкой настройки или создания собственных передовых моделей. Поэтому они ограничены тем, что предлагают крупные лаборатории и компании. Как я уже говорил, одна из отличительных черт нашей культуры инноваций, как страны или общества, заключается в том, что не только крупные компании создают инновации. Существуют стартапы, академики и люди в университетах. И я считаю, что важно дать всем этим людям доступ к передовым моделям, на основе которых они могут строить свои разработки. Не просто использовать их, как они могут делать это сегодня с закрытыми моделями, но строить на их основе, изменять, сжимать до меньших моделей, которые можно запустить на своем ноутбуке или телефоне, или на другом устройстве, которое они разрабатывают. Я думаю, что это откроет массу возможностей. Этот вопрос можно рассматривать и с точки зрения наций. То есть не только стартапы могут не иметь ресурсов, или университеты могут не иметь денег для обучения собственных крупных базовых моделей сейчас или в будущем, но также есть и множество стран, которые не смогут это сделать, потому что вскоре обучение таких моделей будет стоить миллиарды долларов. Я считаю, что возможность для разных стран, предпринимателей и компаний использовать эту технологию для улучшения обслуживания людей и лучшего выполнения своей работы, станет чем-то, что принесет пользу всем странам и окажет огромное уравнительное воздействие. Я думаю, что это действительно положительно. Это одна из областей, где мы получаем наибольшую отдачу в своей работе. Благодарности исходят не от технологического сообщества, а от разных развивающихся стран или других государств, которые хотят иметь доступ к этой технологии и делать с ней что-то свое. Здесь Роун спрашивает Марка о его письме, в котором он прямо раскритиковал Apple и их закрытый код, и затем попросил его, чтобы он поподробнее рассказал о своих мыслях по этому поводу. Давайте послушаем. То, что я хотел сказать, скорее носит философский характер и касается того, как это повлияло на мой подход к вещам и на психологическое восприятие построения чего-либо. На самом деле я не знаю, как Apple будет подходить к ей. Они занимаются как открытой, так и закрытой разработками. Кстати, я думаю, что стоит отметить, что я не считаю себя фанатиком открытого кода. Я просто думаю, что в данном случае открытые модели станут стандартом, и это будет хорошо для мира. Но мы также занимаемся и открытой, и закрытой разработкой. Поэтому я понимаю Apple. Я не говорю, что Apple обязательно ошибаются в своем подходе к ей. Но если оглянуться на последние 10 или 15 лет, мы постоянно строили свои сервисы на платформах, которые контролируются нашими конкурентами. И по разным причинам они, конечно же, применяют разные правила, чтобы ограничить то, что мы можем делать на их платформах. И здесь можно почувствовать его раздражение. Хотя он очень дипломатично выражается, но явно видно, что он не хочет повторять эту ошибку. Строить приложения, в том числе Facebook, на платформах своих конкурентов. И да, у Apple есть все эти ограничения. В какой-то момент мы провели анализ и пришли к выводу, что были бы намного более прибыльными, если бы не эти их правила. И я думаю, что многие другие компании тоже это чувствуют. Все связано с деньгами. И честно говоря, хотя это и неприятно, но для меня это не самое важное. Я считаю, что немного удручает, когда ты создаешь функции, которые, по твоему мнению, полезны для сообщества, а затем тебе говорят, что ты не можешь их запустить. Потому что какая-то компания хочет ограничить твои возможности, чтобы лучше конкурировать с тобой. И моя текущая озабоченность по поводу ИИ на самом деле связана не с Apple. Меня больше беспокоят другие компании и то, как это все будет развиваться. Я не говорю, что эти компании, как Apple, плохие люди. Думаю, у закрытой системы просто такая структура и физика. Со временем на вас начинают давить разные силы, чтобы ограничить ваши возможности. И я думаю, что открытая экосистема будет более здоровой. Она будет развиваться подобно интернету, но с большим потенциалом. И я думаю, что из-за того, что в развитии мобильных технологий победила закрытая модель, Apple и извлекла из этого наибольшую выгоду. Хотя Android устройств и больше, но Apple получает почти всю прибыль от продажи мобильных телефонов. Но я думаю, что мы подходим к концу этого цикла. Я имею в виду, что iPhone появился в 2007 году. То есть мы уже почти 20 лет в этой гонке. Это долгий цикл. Но легко забыть, что закрытая модель не всегда побеждает. Если вспомнить ПК, многие считают, особенно если использовать аналогию с Linux, что Windows не является максимально открытой системой. Но по сравнению с Apple, где операционная система связана с устройством, подход Windows был более открытым. И поэтому он победил. Я надеюсь на следующее поколение открытых платформ, которые также приведут к победе ИИ, дополненной и виртуальной реальности. Мета хочет быть на стороне построения открытых экосистем. И дело не только в том, что мы хотим создать что-то альтернативное закрытой экосистеме. Я хочу вернуть индустрию к состоянию, где именно открытая будет ведущей. Я думаю, это возможно. Марк Цукерберг хочет объединить искусственные интеллекты мира, предприятий, правительств, бизнесов, личные, в одну открытую экосистему, чтобы уравнять всех. И каждый разработчик или обычный кодер сможет создавать собственные ИИ-агенты поверх этой открытой мировой платформы. Это также одна из причин, почему Илон Маск решил открыть код своего ИИ-грок. Потому что он был недоволен тем, что OpenAI стала закрытой компанией. Итак, затем Роуэн спросил Марка Цукерберга о Lama 4, которая, скорее всего, должна выйти в 2025. Но мы только делаем Lama 3.1. Думаю, сейчас немного рано говорить о четвертой версии. Но у нас уже есть настроенный вычислительный кластер. У нас есть набор данных, и мы, в общем-то, представляем, какой будет архитектура. И провели несколько исследований, чтобы максимально ее улучшить. Так что я думаю, Lama 4 станет очередным большим скачком вперед по сравнению с Lama 3.1. У нас еще много работы. Я имею в виду, что это первая промежуточная версия Lama. Есть еще много вещей, которые я хотел бы сделать, включая запуск мультимодальных моделей, с которыми у нас произошел неудачный инцидент. Но я думаю, что мы запустим их, вероятно, повсюду, кроме Евросоюза. Кто не знает, о чем он говорит. Недавно они сообщили, что они не будут выпускать мультимодальные ИИ в Евросоюзе из-за их европейских регуляций. Это та неудача, о которой он говорит. Далее он собирается говорить про AGI, сильный искусственный интеллект, и ИИ-агенты. Похоже, они разрабатывают свою собственную архитектуру агентов или свой собственный язык. Давайте послушаем, что Марк скажет про AGI и конкретно про агентов искусственного интеллекта. Я могу обсудить это как с технической точки зрения, так и с точки зрения продукта. Но так как мы в основном говорили о моделях, начну с продукта. Наше видение заключается в том, что должно существовать множество разных ИИ в виде сервисов, а не какой-то один-единственный ИИ. И это определяется нашим подходом к открытому коду. Открытый код определяет и дорожную карту продуктов. У нас есть мета-АИ, которая хорошо развивается. Наша цель состояла в том, чтобы она стала самым используемым ИИ-ассистентом в мире к концу этого года. Думаю, мы на правильном пути. И вероятно, мы достигнем этой цели. Это очень важное заявление. Это означает, что мета-АИ используется больше, чем чат GPT. Что меня удивляет. Потому что любой, кто знает про искусственный интеллект, прежде всего вспоминает чат GPT. Но они не обязательно знают про Антропикс Клод или другие модели. И многие люди никогда не слышали про Лама. Но посмотрите на этот график. Что-то явно происходит, и люди начинают искать альтернативу чат GPT. Очевидно также и то, что у мета есть миллиарды пользователей. Так что перспектива очень большая. Но что еще более важно, мы сосредоточены на том, чтобы дать каждому создателю контента и каждому малому бизнесу возможность создавать свой ИИ-агент. Чтобы каждый человек на наших платформах мог создавать собственного ИИ-агента, с которым он хотел бы взаимодействовать. И если задуматься, это огромные возможности. В мире сотни миллионов малых предприятий. И одна из важных вещей, как мне кажется, это сделать так, чтобы бизнес, прилагая минимум усилий, мог буквально в несколько шагов создать собственного ИИ-агента, который сможет заниматься поддержкой клиентов, продажами, общением. Я думаю, что в будущем каждый бизнес будет иметь своего ИИ-агента, с которым смогут взаимодействовать их клиенты. Точно так же, как сейчас у бизнеса есть электронная почта, веб-сайт и аккаунт в социальных сетях, также у них и будет ИИ-агент. И мы хотим дать им такую возможность. Так что это будут сотни миллионов, миллиардов агентов для малых предприятий. Возможно, их будет даже больше, чем людей. Похожая ситуация и с создателями контента. На наших платформах более 200 миллионов человек считают себя создателями контента. Они используют нашу платформу в основном для создания сообществ, публикации контента, для них это является частью их работы. И у них есть одна и та же проблема. Недостаточно времени в сутках, чтобы взаимодействовать со своим сообществом так, каким хотелось бы. И я думаю, что их сообщества, в свою очередь, хотели бы больше времени проводить с ними, но опять-таки, времени не хватает. Так что я думаю, это будет огромный прорыв, когда каждый создатель сможет интегрировать всю свою информацию из социальных сетей в ИИ, натренировать ИИ-системы так, чтобы они отражали его ценности и бизнес-цели, и затем люди смогут взаимодействовать с этим ИИ-агентом. Это будет почти как художественный артефакт, который создадут создатели контента, и с которым люди смогут общаться разными способами. И это не говоря уже обо всех других способах, с помощью которых люди смогут создавать различных ИИ-агентов для себя, чтобы выполнять разные задачи. Так что я думаю, мы будем жить в мире, где будут сотни миллионов, миллиарды различных ИИ-агентов, возможно, даже больше, чем людей на планете, и люди будут взаимодействовать с ними разными способами. Мы видим будущее своих продуктов именно так. Очевидно, здесь есть и бизнес-возможности. Это то, на чем мы собираемся зарабатывать. Мы не собираемся зарабатывать на продаже доступа к модели. Потому что, опять-таки, мы не облачная компания. Мы будем зарабатывать, создавая лучшие продукты. Важным ингредиентом лучших продуктов является наличие лучших ИИ-моделей, что поможет нам создать лучшую экосистему на открытом коде. Поэтому все это для нас взаимосвязано. Это точно соответствует тому, что Ян Лекун сказал Лексу Фридману несколько месяцев назад. Они не будут зарабатывать деньги на разработки и внедрение открытых моделей, а будут зарабатывать, будучи компанией, которая сможет определять стандарты и, следовательно, создавать лучшие продукты на основе ИИ. Это будет экосистема, которая, как они планируют, будет развиваться как интернет, в котором мы все сможем создавать ИИ-системы, ИИ-учителей, ИИ-агентов и так далее. Ну а если мы не захотим создавать это самостоятельно, мы сможем купить уже готовые модели. В свое время интернет пережил большой крах во время доткомов, но затем стал сверхуспешным. И все, кто ставил на интернет в долгосрочной перспективе, в конечном итоге оказались правы. Но иногда для развития требуется больше времени, чем вы думаете. И нужно просто иметь терпение и идти к своей цели. И это то, что я осознаю, потому что да, я действительно взволнован всеми возможностями, которые откроются с Лама 3, а затем с Лама 4 и Лама 5. И я думаю, что это приведет к лучшим продуктам. Но реалистично. Сложно заранее понять, когда эти продукты станут достаточно хороши для того, чтобы их использовали миллиарды людей. Когда наш продукт будет готов стать крупным бизнесом. Знаете, мы все тратим много капитала на обучение этих моделей. Поэтому я думаю, что компании, вероятно, будут терять деньги в течение некоторого времени. Но кто знает, может быть, все произойдет быстрее. Трудно сказать точно. В последней части интервью он говорит о страхе людей перед искусственным интеллектом. Почему люди беспокоятся о нем? Почему они должны бояться? И почему не должны? Давайте послушаем. Другая часть этой проблемы, которая, как мне кажется, все больше всех волнует, это беспокойство людей о том, что это значит для их жизни и благополучия. И это одна из причин, по которой я считаю, что подход с открытым исходным кодом обеспечивает множество различных моделей, которые персонализированы и приспособлены к каждому бизнесу, каждому создателю и каждому человеку. Другая часть вопроса, которая, как мне кажется, больше всего всех волнует, это обеспокоенность людей тем, как все это отразится на их жизни. И по этой причине я считаю, что подход с открытым кодом, подход при котором существует множество различных моделей, адаптированных под каждый бизнес, каждого создателя контента и каждого человека является важным. Если это будет развиваться так, что лишь небольшое количество компаний будет создавать продукты и получать выгоду, а люди будут использовать эти продукты, возможно, они даже будут наслаждаться этим, и это будет цена для них, но если это не поможет улучшить положение всех, то в конечном итоге это вызовет негативную реакцию общества. Часть того, о чем я задумывался после анализа того, как развивались технологии Web 2.0, заключается в следующем. Мы сможем создать не просто процветающий набор продуктов и экономический рост, но и лучшую и более устойчивую политическую систему, где гораздо больше людей будут чувствовать, что они участвуют и получают выгоду от этой системы. Знаете, мне кажется, что с социальными сетями мы справились достаточно хорошо, но учитывая некоторые отзывы и реакцию мира, я думаю, будет важно сделать это еще лучше с ИИ и другими новыми технологиями, чтобы смягчить некоторые опасения людей по поводу того, что это будет значить для их работы, жизни и будущего. На этом интервью заканчивается. Есть над чем задуматься в ближайшие недели, месяцы и даже годы. Это чрезвычайно важные вещи. Сложные, но очень важные. Мы должны понять их, чтобы наши жизни стали только лучше, а не хуже. Ведь если мы не понимаем этого, мы не сможем к этому адаптироваться. А если мы не сможем к этому адаптироваться, то мы проиграем. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok